Идеальный палитр. Можно этого же, используя вот эту цветовую палитру, она как бы немножечко в цвете, да, это же совсем черно-белое. Он белый у нас. Ну я понял, да, но все равно у белого есть теневые, а теневые, вот, можно брать цветовые подсказки отсюда, например, ну то, что цвет тела светится из-под шерсти, да, что это не черный внутри, а именно цвет тела. Но лучше его или его? Ну, одинаковые, они одинаковые. Между собой пончики хороши, они создадут тебе такое серебристое звучание, не зеленое, которое нам не нужно, да, полностью избавлено. Вернее, хороший пончик. Значит, возьмешь тряпочку, часть этой тряпочки. Опять все те же цветовые, но уже без всякого разжижения, вязку, голубой, розовый, плюс коричневизна. И цветик нашего котика, а заодно его силуэт начнешь набирать. Смотри, вот таким образом, так уже и сразу шерсть. Смотри. Оно, да? То есть в том числе и идею шерсти начнешь набирать. Идею шерсти вот такими щирками начнешь выкладывать. Никакого разжижения больше не надо. Здесь более холодно. Откровенно бело. Вгонишь свет из окна. Здесь немножко с цветнилками. С теплиночкой. Вгонишь внутренний вот этот комнатный уже свет. Появится силуэт. Появится силуэт. То есть чуть-чуть цветик придет, да? Хорошую вязкость удерживаешь. Мастихинчиком несколько поищешь рисунок. Рисунок это будет вот эти звуки. Это будут звуки ротика, глазика. Глазика. Носика. Допустим цветик глазика один, цветик глазика другой и вокруг темноты, которые там и есть. Все деликатненько порисуешь, поуточняешь. Порисуешь, поуточняешь. Начиная с этого, обозначишь силуэт, потом вот это. Давай. Выравнивать лицо в фаз. Оно в три четверти, а ты его разворачиваешь. Все так делают. Все, даже взрослые клыжники. Так. Значит, где-то у картиночки есть жесткие моменты. Например, вот это очень жесткий момент, да? Такой выразительный момент. То есть среди этого всего аморфного вдруг появилась жесткость. Жесткость края. В разных проявлениях одна жесткость шерстяная, другая, но жесткость. Такая же жесткость несколько звучит и в других местах. Например, в этом. Над глазиком темнятинка. Нос, смотри, прямо хочет прилипнуть к глазу. Нет этой дистанции. Глаз хочет прилипнуть к краю. Нет этой дистанции. То есть это ракурсное проявление рисунка. Поэтому вынь да положь, три четверти, а не фас. Ладно? Да. Когда глаз буквально прилипает. Чтобы она была не такая, а еще. Нимб этот вокруг головочки. Все-таки чуть-чуть. Еще светлее. Порисовать. И смотри. Очень красиво, когда есть мерцание линии, линии касания. То она мутна, то она жесткая. То она мутна, опять жесткая. Вот это вот мерцание очень художественно. Тоже вот эта вот часть липнет, даже еще выше, липнет к верхнему краю. Липнет, смотри. И уже аж здесь носит. Так что поперестроить чуть-чуть. Этот глаз тоже переносит? Тоже переносить. Он больше устремлен сюда. Я его дальше перенесла, наоборот, к уху. Вот сюда. Поняла? Это очень у всех проблема. Вот все подряд создают этот разворот. Начинают перечислять вот эти вот собранности, скомканности при повороте. Начинают собирать их. Вернее, начинают между ними рисовать. И, естественно, мысленно расширяют, расширяют. Видишь, я кладу и тут же еще и адаптирую в среду. Так. Вот. Только здесь. Потому что не пользовался. Как вы, наоборот, креп software. Как вы, наоборот, крепления для себя. Не обязательно даже густую краску использовать, смотри, вполне можно даже кряпалкой обойтись в некоторых случаях. То есть вот эти пометки можно сначала даже просто как пометки сделать, а потом уже доуложить туда краску. Желтенький, 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 желтенький вы можете пасить. Так, возьмем и меньшую, и большую. Чуть-чуть коричневинка сюда пришла. Продолжение следует... Значит, немножко копошишь мелкой кистью, а потом возьмешь крупную. И чиркатель. И чиркатель. Непонятно, где моздок вошел, непонятно, где вышел. Он знает, что его пишет? Я ему сказала. Я и Диме сказала, тебя нарисуем. Мартиша. 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 В марте родился. Мартиша. 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 Да? И вот она шерстяносит. Мартиша. То есть сначала я проложил линию, ты видела, да? Угу. Проложил линию, а потом взбил. можно мне растушевать чуть-чуть глаз смотри здесь он немножечко спутан с теневой надбровной ты сегодня участвуешь пальцем помогаешь этим вот пятнам адаптироваться адаптироваться пушистости давай там бликов в глазу практически нет но лучше чуть-чуть чиркнуть бличком прикольнее это смотрите все так мелко вы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok